Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать, что кроме гимнастики я еще веду ЛТМ. Часто меня спрашивают, что это такое. Это Life Transformation Method, в переводе на русский метод трансформации жизни. В общем, это моя авторская методика, основанная на расстановках. Так вот, для чего же нужен ЛТМ? ЛТМ нужен для того, чтобы трансформировать ситуацию. То есть сначала увидеть причину и затем трансформировать. И конкретно сейчас хочу рассказать про беременность, что ее вообще нужно расставлять. И иногда это нужно даже делать не один раз. Но один раз минимум за беременность я прям настойчиво рекомендую это делать. У меня есть несколько женщин в практике, которые первых детей рожали, просто еще как-то знакомились, уже знали про меня, уже знали о том, что я веду ЛТМ, но не обращались по каким-то причинам. В общем и целом, когда я их сейчас спрашиваю, какой-то общий ответ такой, что я не знала. А ко второй беременности разбирались, что надо, что это такая рекомендация. Делали ЛТМ где-то на входе в беременность, на первых месяцах. Иногда тоже под конец. Но так или иначе, менялась вообще очень сильно беременность и восприятие этой беременности, и течение, конечно же, этой беременности, и самое главное родов. Вот почему я говорю, что иногда надо расставлять не один раз, потому что, например, если вы в начале беременности сталкиваетесь с какой-то травмирующей ситуацией, это точно отразится на беременности, на ребенке, вследствие на родах, и вследствие, конечно же, на первых годах жизни ребенка. Я не буду говорить, что возможны какие-то там вообще ужасные последствия, но то, что роды могут быть или легче, или сложнее, или то, что ребенок в первые месяцы может или спать, или голливудить, то хотя бы из этого сделайте выводы. То есть если травмирующие события, повторяю, в начале беременности что-то происходит, у вас, например, вы сами не ожидали, вы сами три месяца мечетесь, не знаете оставлять ребенка, не оставлять ребенка. Ну, то есть это в наше время можно сделать аборт до 12 недель, и это не редкая ситуация, когда женщина думает, и потом не может себе это просить. Этих у меня вообще в практике миллион, когда женщина, вот я не хотела ребенка, как я сама, вот что, он же такой теперь хорошенький, как я могла этого так делать, могла его не хотеть. Могла, все могла, но вот для того, чтобы вот эту ситуацию пережить, ее нужно расставлять. Вот, или, конечно же, всякие расставания с мужем, или муж против ребенка, или он вообще не муж. Очень много причин, по которым в начале беременности бывают, повторюсь, травмирующие ситуации. Они также могут быть, конечно же, и в середине, и в конце, но просто в начале, это всегда сюрприз, в начале беременности у меня трое детей, я каждый раз переживала это ощущение, что теперь моя жизнь точно изменится, и она точно менялась каждый раз достаточно сильно, если не сказать кардинально. И это же естественно, да, то есть вы жили раньше, как-то там по одному планировали, а тут надо, в общем, под другого человека совершенно все перекравить. Вот, и поэтому в начале беременности все вот это вот и происходит, много всякого разного. И чем раньше вы это расставите, проведете ЛТМ, тем, поверьте мне, будет лучше вообще для всех. И самое главное, конечно же, для ребенка. Вот, это вот один. А второй, повторюсь, к родам. То есть роды, особенно если врачи вам накануне говорят, что там тазовое приближание, не дай бог оббитие пуповиной, какие-то еще там показания там крови туда-сюда гуляют, да, то есть всякие сложности, это все, ну, вот, ну, прямо, ну, вот, обязательно. Ну, как бы это ребенок, это часть вашей жизни, это главное, что у вас есть, ну, я так думаю, надеюсь. И найдите возможность отрегулировать ситуацию на энергетическом уровне. Потому что если вы этого не сделаете, ну, будет лучше не будет. Вот, и повторюсь, у меня много мам, которые с первым ребенком это не сделали, и когда сделали со вторым, и почувствовали разницу, очень пожалели, что не сделали так сразу. Ну, вот, не хотела нагнетать, но есть как есть, и людей как-то надо предупреждать, вот, поэтому предупреждаю как есть. А если что, завтра у меня в чате ЛТМ будет проходить. Я там запрос, не знаю, вообще не связан, скорее всего, с беременностью, но просто вот говорю о том, что можно добавиться в чат, почитать чужие ЛТМ, поприсутствовать, ну, вообще, то есть поучаствовать и познакомиться с методом, и, может быть, уже потом более осознанно решить, что вам это надо. Продолжение следует...